На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «Дуэлянты». Феро всегда был задирой и только искал повода, чтобы вызвать кого-нибудь на дуэль. Очередным его противником стал племянник мэра Страсбурга, который получил от Феро очень опасную рану, но выжил. Феро служил в звании лейтенанта в гусарском полку и подчинялся генералу Трейяру. У генерала состоялась неприятная беседа с мэром Страсбурга, который хотел, чтобы виновного в ранении его племянника наказали. С этой целью генерал прибыл в расположение гусаров, но Феро не оказалось на месте. Выяснилось, что один из гусаров, Арман Дюбер, пару раз встречал Феро и знает его в лицо. Поэтому Трейяр отправляет Дюбера к лейтенанту с известием о его аресте. Дюбер приезжает домой к Феро, но того не оказывается на месте. Он ушел в салун Мадам де Леон, и Арман последовал за ним. Здесь он передал Феро приказ генерала. Лейтенанта жутко разозлила несправедливость ситуации, ведь он защищал честь гусаров, сражаясь с племянником мэра. Феро был раздражен и решил выместить злобу на Дюбере. Когда тот упомянул имя Мадам де Леон, Феро зацепился за это и представил все так, будто Арман хотел унизить его, придя в салун этой женщины. А такое оскорбление Феро спустить не может. Поэтому он вызывает Армана на дуэль. Дюбер всеми силами пытался избежать дуэли, но когда очередной отказ уже начал граничить с трусостью, он согласился. Сражаться было решено во дворе. Секундантом назначили случайно подвернувшегося старика. В ходе схватки Дюбер повредил Феро руку и был готов зарубить его. Но дама сердца лейтенанта набросилась на Армана и исцарапала ему все лицо. Придя домой, Дюбер отправил своего друга врача к Феро, чтобы тот осмотрел его рану. О причинах дуэли он говорить отказывался. Когда весть о случившемся дошла до властей, Дюбер предстал перед генералом Тройяром. Он пообещал Арману, что тот понесет наказание за данное происшествие. Дюбер был согласен на проведение расследования. Ведь тогда он сможет заявить о причинах дуэли. Иначе рассказать о них он не может. Ведь у Феро не будет возможности ответить на его обвинение. А это бесчестно. Через некоторое время Дюбер узнает от своего друга, что расследования не будет. Ведь Наполеон начал военную кампанию. Более того, Феро умалчивает о причинах дуэли. А значит, виновниками будут считать их обоих. К тому же ходят слухи, что Феро намеревается убить Дюбера на очередной дуэли. Но Арман не собирается биться с ним снова. Ведь и первая дуэль, по его мнению, была недостойным безрассудством. Избежать схватки можно в трех случаях. Если противники окажутся далеко друг от друга. Если у них будут разные воинские звания. И если начинается война. Война шла уже полгода. После этого в военных действиях наступил перерыв. Феро воспользовался им, чтобы найти Дюбера и вызвать его на дуэль. Но когда секундант Феро пытался заговорить с Дюбером об этом, тот встретился со старой знакомой Лорой. Пришлось отложить вызов на более позднее время. Арман приглашает Лору к себе жить. И они становятся любовниками. Наконец, день, время и место дуэли были назначены. Дюбер сразился с Феро и получил ранение в грудь. Он не смог продолжить поединок. А его секунданты уговорили Армана помириться с противником. Однако Феро не собирался останавливаться, пока не загонит Дюбера в гроб. По городу пошли слухи об Армане и Феро. Их сочли отъявленными дуэлянтами. И девушки при одном взгляде Дюбера готовы были грохнуться в обморок. Да только у этой медали есть обратная сторона. Арману приходится постоянно быть на чеку. Поняв, что не сможет жить в такой обстановке, Лора отправилась к Феро, чтобы высказать все, что она о нем думает. Я думаю, что вы просто выливаете на него свою желчь. Дома Лора рассказала Арману, что ей предложили выйти замуж. Дюбер советует ей согласиться. Через некоторое время Лора принимает предложение. Ведь Арману сейчас важнее его честь и предстоящая дуэль. Она сходила к гадалке, чтобы узнать скрытые стороны своей жизни. А затем простилась с Дюбером и уехала от него. Арман же принял участие еще в одной дуэли с Феро. Они едва не зарубили друг друга, но не смогли закончить поединок, так как были слишком измотаны. После этого, несмотря на очередную дуэль, генерал повысил Дюбера в звании по совету полковника. Отныне Арман будет командовать эскадроном в звании капитана. В 1806 году Дюбер и Феро оба оказались в Любеке. Феро тоже получил звание капитана, а значит им не запрещалось сходиться в дуэли. Но Дюбера сделали помощником маршала, что приравнивается к майорскому рангу. Несмотря на это, поединка избежать не удается. В это же время Дюбер встречает Лору и узнает, что ее брак сложился не очень удачно. Ее супруг умер от тяжелой болезни. Арман советует ей вернуться во Францию, и девушка понимает, что Дюбер не изменился. Он все тот же заядлый дуэлянт, для которого она всегда будет на втором месте. На этот раз Феро убьет тебя. Новое сражение Феро и Дюбера проходит верхом на лошадях. В этом бою Арману удается снести с головы противника шапку, нанеся ему рану, из-за которой тот не может продолжить бой. После этого Феро получил назначение в Испанию, а Дюбер остался на севере Европы, и их противостояние на какое-то время затихло. Через шесть лет армия Наполеона прибыла в Россию, чтобы сломать свои зубы опромерзшую русскую землю. Замерзшие и истерзанные кровавыми сражениями солдаты Бонапарта мечтали поскорее вернуться домой. И в этом замерзшем аду встретились Дюбер и Феро. Вдвоем они отправились в разведку, проверить, действительно ли поблизости находятся казаки. Удалившись от остальных солдат, они решили устроить дуэль. Да только им помешали те самые казаки. Один из них вел себя неразумно, появившись перед двумя вооруженными французами без защиты. И Феро убил его. Дюбер выстрелил в сослуживцев покойного. В итоге дуэль пришлось перенести. Дюбер попытался наладить отношения с Феро, предложив ему выпить, но тот просто ушел. Из России искалеченный Дюбер вернулся во Францию в звании генерала. Здесь он поселился жить у своей сестры. И та загорелась идеей найти хромому братцу жену. Неподалеку жила девушка по имени Адель. Она лишилась родителей, и ей пришлось переехать к своему дядюшке. Если Адель подойдет Арману, дядюшка с удовольствием выдаст ее за него замуж. Какого цвета ее волосы? Черные, как смоль. Дюбер прибывает в имение Шевалье Дели Вороля. И после продолжительной беседы тот решает, что Арман – подходящая кандидатура в мужья Адель. Дюбер увидел девушку лишь украдкой, но она ему сразу понравилась. После этого их официально представили друг другу. Адель начала часто бывать в доме сестры Армана, и через некоторое время он сделал ей предложение. Девушка согласилась выйти за него. Однако радостное воодушевление Дюбера омрачил визит военного, который передал Арману обвинение Ферро в том, что он якобы нелестно отзывался об императоре. Дюбер же попросил напомнить Ферро о мадам де Леон, чтобы тот вспомнил, из-за чего началась их ссора. Услышав о ней, Ферро не сразу понял, о чем речь. Он был уверен, что Дюбер оскорбил Наполеона, за что и должен был поплатиться жизнью. По версии Ферро, они столько раз сходились на дуэли именно из-за этого. Когда Арман и Адель поженились, Дюберу сообщили, что он будет командовать армией короля. Власть во Франции сменилась, и теперь те, кто яростно выступал за Наполеона, оказались в незавидном положении. Через некоторое время Дюбер узнает, что Ферро арестовали и готовились казнить. Он был одним из тех, кто до последнего стоял за Бонапарта. Арман не мог пустить все на самотек. Он заручился поддержкой влиятельных людей и отправился к руководителю комиссии, который составлял список офицеров для ареста и последующей казни. Дюбер попросил вычеркнуть из этого списка Ферро. При этом он не хотел, чтобы Ферро или кто-либо еще узнал, что к его освобождению причастен Дюбер. Ферро освобождают, а Арман возвращается домой. Они с Адель ждут появления на свет своего ребенка. В это же время Ферро узнает, что генерал Дюбер примет командование пятым отрядом кавалерии в Реймсе. Поняв, что его старый враг находится неподалеку, Ферро решает возобновить дуэль и отправляет к Арману своих секундантов. Дюбер пытается уклониться от очередного сражения, но ему не дают такой возможности. Тогда он назначает время и место дуэли. Ночь перед сражением Арман проводит без сна. Он понимает, что это будет их решающая битва. Утром, когда Ферро прибывает для проведения дуэли, Арман предлагает условия, при которых у каждого будет по два выстрела. Стреляться они будут на руинах. Оба участника идут к месту боя. И когда Ферро видит противника, он стреляет дважды и оба раза промахивается. Первый выстрел Дюбера тоже идет мимо цели. Однако у него остается еще один. Ферро настаивает, чтобы Арман воспользовался им и убил его. Однако Дюбер поступает иначе. По законам дуэли, жизнь Ферро теперь в руках Армана. Он предлагает Ферро уйти и никогда больше не возобновлять дуэль. При этом Дюбер будет считать его мертвым. Ферро приходится согласиться на его условия. Их конфликт с этого момента считается исчерпанным. Дюбер же возвращается к Адель невредимым. Она волновалась за него, ведь Арман ушел на рассвете, ничего не сказав. Однако Дюбер успокаивает супругу, дав понять, что отныне ей не из-за чего волноваться.